У нас сегодня воскресенье. Продолжаем наши лекции. У нас вопрос по поводу симпатии и увлечения. Хороший вопрос, он достаточно важный, я бы еще его немножко... Извини, пожалуйста, там не увлечение, а влечение. Влечение, да, влечение. То есть, очевидно, не понимают даже, что есть влечение, что и увлечение. Влечение или еще называют его страстью. В астрологии есть такое понятие, как Венера и Нептун. Две планеты, которые отвечают за, скажем так, чувствительность человека и выражение его эмоционально-психического мира. И если говорить по существу, Венера отвечает, например, за страсть, а Нептун отвечает уже за какие-то высшие чувства. Так и у человека работают два механизма. И то, что называют любовь, это более высокое выражение страсти. То есть тогда, когда страсть формируется в более тонкую вибрацию, то есть созревает. Когда начальная стадия познавания мира перерастает уже в кристаллизованную, естественную форму природную. То есть высшую форму. То есть природа, которая склонна именно человеку. То есть не человеку-животному, а человеку с большой буквы. Например, с точки зрения астрологии можно аспекты посмотреть, какие существуют между планетами. Два человека встретились, и какие у них аспекты работают, между какими планетами. И можно будет понять, скорее всего, на какого уровня будут между ними отношения. Если вы строите отношения с каким-то человеком, и вы не знакомы с астрологией, то есть вы это все на уровне интуиции, понимания пытаетесь решать, вы смотрите в момент общения, что у вас работает. То есть если вы человека любите, то чувствуете, у вас тепло на уровне груди. Если это влечение страсть, то она будет вибрацией немножко ниже пупка. Теоретически это может быть и там, и там, когда работают оба механизма. В принципе, оба эти механизма, они от природы. Но вопрос в том, что если работает только нижний механизм, он не создает длительных связей, и у него нет будущего. Но это, знаете, как цветок, то есть вода идет снизу от земли, поднимается по цветку, доходит до верха, и цветок распускается. Если она остановилась там, то в определенный момент цветок начнет засыхать. То есть он до какого-то времени будет существовать. Страсть, она отвечает за сакральные вещи, и она помогает усилить сексуальную энергию. И она хороша тогда, когда работает вся схема. Понять это можно только тогда, когда вы чувствуете, откуда идет та вибрация, которая формирует ваши отношения. То есть если вы успокоитесь и попытаетесь почувствовать, откуда это идет, то есть это отсюда идет или ниже, вы можете понять, что это у вас есть. Обычно всегда, когда это сакральное, то есть она у человека работает сильнее, потому что эта животная энергия, она в принципе у здорового человека, у каждого работает, а душевная энергия, она включается тогда, когда человек уже сформирован, как человек в достаточной степени. То есть далеко не всегда, когда человек стареет, ему там может быть 80-90 лет, не факт, что этот механизм у него запускается. Далеко, к сожалению, не у всех. Когда вы знакомитесь с человеком, спрашиваете себя, вот откуда, с какой чакры идет энергия, какая чакра запускается, то есть какой механизм запускается. Лучше, когда работают оба механизма. В идеале может работать еще и механизмы более высокие, но отношения, они это два отношения, чувственное восприятие этих отношений. То есть есть высшие чувства, есть чувства сакральные. То есть они в принципе могут и одновременно работать. В принципе, для того, чтобы строить семью, и она гармоничная была, и были здоровые дети, должны оба механизма работать. Если у вас работает душевный механизм, вам с человеком будет хорошо. То есть вы всю жизнь с ним проживетесь, вам с ним будет комфортно. То есть он будет для вас всегда свой, то есть родным. То есть в чем суть энергии высших частот? То есть они сближают людей на уровне душ. Если это нижние энергии, они сближают людей на время, пока у них много животной энергии. Энергия с возрастом обычно заканчивается, и эти отношения, чувства заканчиваются. Почему молодые люди часто создают отношения по молодости, и у них все хорошо. Вот очень мощная энергия сакральная, на сакральной энергии держатся отношения. Уровень сакральной энергии начинает падать, отношения разваливаются. Ну, они могут и по другим причинам разваливаться, но обычно именно на этом держатся. То есть вы слушаете себя, если вы не пользуетесь никакими другими системами знаний, то есть откуда идет энергия. Потому что все отношения, они запускаются на резонансе энергии. То есть когда между людьми, между группой людей, например, друзья, идет резонанс энергии. Идет резонанс энергии, есть отношения. То есть те отношения, другие отношения, это все равно резонанс энергии. И они всегда идут на уровне какого-то уровня энергетики. То есть любое отношение – это связи. То есть связи всегда строятся на взаимодействии энергии. Не бывает вообще в природе, не бывает ничего, чтобы существовало без кругооборота энергии. Даже если вы просто разговариваете с человеком, это некий кругооборот. То есть один говорит, проецирует, другой слушает. Но все равно это получается круг. То есть если человек, с которым вы разговариваете, вас не слушает, то вы почувствуете, как вам тяжело говорить, и у вас желание говорить отпадает. Энергии верхних центров можно воспитать и культивировать. Энергии нижних центров можно воспитать и культивировать. Человек, который научился культивировать одни энергии, сможет научиться культивировать и другие энергии. Чем вы забираетесь выше, тем ваша жизнь больше похожа на жизнь человека и тем ваша жизнь будет более интересной и тем больше будет в ней смысла. Субтитры создавал DimaTorzok